Всем трем и доброго времени суток, это канал Лэйзи Дмитрия, ленивый... Ленивый я... Да уж, куда же без пятигушка. Ну что, Darkest Dungeon 2, будь он не ладен. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на группу ВКонтакте, на Discord, на донаты, точнее на The National Lords и Boosty в описании под видео. Также с вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент, извиняюсь за свое сопение. Отдельное спасибо Помидорка, Вячеславу и TheCatExpo, они знают за что. Продолжаем. Поехали. Так, ага, мне не разделились, да? Колесо, 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 да, три колеса сломаем. Здесь драко-барахольщик, что у нас там? Деньги, по-моему, нету, да? Деньги нету. Ну, немножко заработаем здесь, может, на что-то их... А на что хватит? Тут тайник. Мы все равно едем вот по этой локации, что нам эта разведка? Что она нам даст? Ничего. Нам все равно надо к боссу. Не? Не. Ну, блин, черт с ним. Ладно, поехали к барах... Блин, поехали к барахольщику. Могли бы и сопротивиться, ёлки-палки. Ну и кто здесь? Ну вот не худший вариант. Неприятный. Но все-таки ни хрена, если зарядила. Но не худший. Может и имел смысл криты ей прокачать. Я, правда, до сих пор не разобрался. Плюс 3% криту. Что это? Сила крита, вероятность крита. Так и не понял, блин. И не ту защищаешь, гаден. Ой, не ту, надо было вот эту. Кого? Да, логично. Опа! А как же, уже ее защищают. Хм, странно. Так, ну это нам вроде не надо. Так. Ой, крит, хорошо. Эмпоуэд, эмболдент. Хорошо, отразил. Пока. Давай-ка мы все-таки еще крови повесим. Если ты не против. Ты против. Больше не буду спрашивать. Эй! Ну ты, блядь. Ну ты, морда. В крисе мы можем только с другим. Еще крит, хорошо. Бум. Но у него еще один удар, к сожалению. Ах ты ж, подлюха. Напоследок решил мне кровь повесить, да? Ля ты крыса. Налови. Вот ведь засранница. Считай, ничего не получил, да? А у кого из нас что вообще есть? Так, 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 так. Давайте вспоминать тут. Уже все занято. У тебя 30-30 смысл не имеет, ясно. Актефакт. Продавать тебе нельзя. Иди в жопу. Ну, драка, в общем-то, бесполезная. Ну, как и большинство местных схваток. Они абсолютно не несут за собой вообще ничего. То есть, опыта нет. Развития, по сути, нет. Добыча отсутствует, по факту. То есть. Ну, что скажешь? Плохого, хорошего. Деньку у меня все равно особо нет. Так что. Ой, лошадь. А это как раз таки нашему вот этому вот баристану бы. Хотя, не сказать. У него и так, в общем-то, есть это, да? Один хрен ему бы это зашло. Ой, какая хорошая штука. Да вы что, блин. Вот это и вот это поставить. Вообще красота. Ну, спасибо. Ну, спасибо, чувак. Ты прям меня, я не знаю, сейчас... Ну, класс, конечно. Вот эта штука, да? Угу. Угу. Называется просто иди нахер, да? А я пошел, че? А я пошел, че мне еще делать? Я все равно не понимаю, почему здесь продаются вот эти вещи. Они же, их нельзя сразу поставить. Какой смысл, блин? Какой набор, а? Здесь ничего не надо. Мда. Шо съездил, шо в лужу проперделся? Разницы никакой. Так. Нет, нам в тайник, ребята. Нам же в тайник, да? Да, нам в тайник, без вариантов. Прости, баристан, но нам в тайник. Ну, сопротив... Ой, молодец, сопротивился. А, все-таки минус колеса, да? Если колеса должны сломаться, они сломаются. Мудак на козлах водить как не умел, так и не умеет. Да, прочитал я там про то, что двойник. Комментарий от Инферно. Да, кстати, большой тебе привет. Вот. Что там, двойник сидит, еще что-то, как я понял. Я еще раз отвечу на этот комментарий, только уже устно. Понимаешь, вот на самом деле эта игра... Это вообще забавный эффект, если подумать. Че-то тут. Так, сейчас, секундочку. Ну, всякая херня, по большому счету. Кроме вот этой трубы и, возможно... Блин, но у него сейчас, видите, сопротивление омерзению. Вот эта штука. Скверняет ему это так, что нет. Так вот. Возвращаясь. Вот в этой части мне здесь история даже не то, что неинтересна. Она какая-то незапоминающаяся. Понимаешь? Спасибо, что рассказал. Как бы, нет, на самом деле, очень ценю это. Здорово. Но проблема в том, что, например, если вспомнить первую часть... Даже не то, что вспомнить... Вот сейчас, например, задайте мне вопрос про первую часть. Я что-нибудь да отвечу. То есть я помню тамошних боссов. Там это... Как это хрень-то назывался, господи? Это с... Биомасса это в подземелье. Хряк там. Ведьма. Пушка. Кто там еще был? Это команда затонувшая. Еще кто-то. Я плюс-минус их помню. Плюс-минус помню их предысторию. Так, по чуть-чуть. Эту, как ее... Граф... Как ее там... Барон этот, Виконт. Графиня. То есть, как бы, вот... Мельник. Жена Мельника вроде как. То есть, как бы, вот, знаете... Все это по чуть-чуть, по чуть-чуть, но в башке откладывалось. Как-то было интересно. Как-то запоминалось. Здесь я вот играю и понимаю, что за вот этим вот непрерывным, простите, непрерывным болтыханием по одним и тем же локациям, я просто... Ну, мне история неинтересна. Единственные две, наверное, истории, которые я сейчас вспомню вот так вот, навскидку. Это флагелянта. Три, вру, три истории. Значит, первая это флагелянта. Она запомнилась из-за этого всадника. Мертвого, который тебя на него преследует. Да и топ, потому что история, откровенно говоря, тупая. По самой неболуси. Висталка, потому что ее в итоге схлестнули с этим состязателем. И, наверное, вот Дикарки. Потому что история Дикарки, она не просто тупая. Она просто, она смешная до невозможности. То есть, тупая, самоуверенная, простите, манда, малолетняя, судя по всему, поперлась вместе с такими же мудаками на не просто превосходящего противника. Вы вспомните эту схватку, да, когда она там со своими соратниками, их просто разваливали даже не в одну калитку. Это реально было нападение, не знаю, малышей из Яслисада на профессиональную команду по этому, по боксу, блин. Точнее, нет, не так. На профессиональную команду баскетболистов, практикующихся в затаптывании. Вот без шуток это выглядело именно так. То есть, и в итоге она теперь, она в итоге проиграла. Причем это были не какие-то там такие же соплики, как она. Нет, это были взрослые идиоты, судя по всему, у которых были жены, там дети, еще что-то. То есть, какого хрена туда поперлись? История тупая до невозможности. Зато в итоге теперь эта фигня ползает с нами. На каждое ее действие изнеможение, то есть, она пользуется оружием, то есть, она буквально инвалид, настолько инвалид, что она драться нормально не может. У нее изнеможение на каждый удар, блин, практически. Так, что у нас тут? До особняка, это местечко для особняка. Так, что нам тут предлагается? Так, черта, хорошая, случайная, стресс. Давайте посмотрим. Так. Неприятие против. Стресс 4. А, это можно. Минус 4 крит. Ну и крит-то не особенно нужен. Хотя. Подожди-ка, стоять. То есть, я говорю, вот здесь как-то плюс-минус три истории запомнится. История того, какого хрена мы вообще премся в эту гору, я вообще не помню. Какие-то вроде бы ученые, что-то, какие-то там у них разборки между собой. Зачем? Для чего? Почему? Ну-ка. А, тут что-то другое. Ночная жизнь и какая-то оккультофобия. Секундочку. Начиная с жизни си пламя. Вообще не к силу, не к горду, а оккультофобия. Приходит в уши с остальных культов и эхо-трибутов. Ну, блин. Вы знаете, нет, наверное, все-таки оставлю. Там космиконы. Это как-то более понятно. Плюс 20% там еще. А то, что стресс... Ну, стресс, стресс, что, ну, как бы меньше, я так понял, шанса крита, наверное, все-таки. Все-таки неприятие космиконов, это более такая, как по мне, полезная хрень. То есть, видите, вот... То есть, во-первых, получаемый урон минус 20%. Неплохо. Хотя космикон, это ведь кто у нас? Я черта знает, не помню уже. Ладно, пофигу. Поехали. То есть, здесь, я не знаю, вот в этой игре я что-то еду, еду, куда еду, зачем еду. Блин, как-то... Не цепляет история вообще. То есть, понятно, что если я сейчас вылезу куда-нибудь... Можно было бы вылезти в интернет, да? И типа так, о, я все разобрался, я все знаю. Но это не так, в том-то и дело. В первой части мне не надо было лазить в интернет, чтобы в чем-то разобраться. Ну, ладно. За вычетом боссов, по-моему, обороны я... Ох, мать твою, за ногу, арбалитчик, арбалитчик. А почему они разные? От черта узнает. Ну, они разные, вот этот явно мощнее. Лови явно мощнее. Хорошо зарядило от всей, как говорится. Со всей пролетарской ненавистью. Скак. Странно. Ай, молодца, кровотечение повесила. Почему 7-7? Да, то есть я подпочитаю, поэтому я и не взял этот ночной образ жизни. Я в первую часть не понимал этой логики с ночным образом жизни. Кровь? Кровь. А не сопротивился. Ах ты, шпадрик, уклонись. Она не то, что не уклонилась. Я пожру твою могилу, тварь. Так, у тебя 6, тут 9. Все, и тихана. Я сажу ваши могилы, ублюдки. Я вас предупреждал. Да, пожалуй, еще одну кругу, пускай не. Да чтоб тебя. А я говорил. Да, здоровье у него, конечно, дофига и больше. Нет, нет, никуда. Ай, красавица. Вот так. Не знаю почему. Не понимаю, но эта игра упрямо не цепляет. То есть да, я уже как... Опять ты. Иди отсюда. То есть уже вроде плюс-минус претерпелся к ней. Вроде как-то разобрался. Вроде как-то пошло. Но один черт момента, вот знаете, ощущение вот этого, что да, я сделал круто. Вот как в первой части, когда ты побеждал какого-нибудь босса, и у тебя было там... Сквозь слезы, сквозь маты, ну твою сволочь там, да, победил наконец-то. Здесь этого нет ощущения. Здесь вот этот вот, я не знаю, вот эта идея с непрерывной поездкой по одним и тем же локациям, это самая тупая вообще вещь, которую можно было придумать. Она очень медленная, она очень сбивает просто весь, как говорится, интерес. Ох ты, мама родная. Так, подожди. Пламя, еда, еда, минус реликвия. Пламя 84. Здесь пламя, предмет и трактир. Щит нам не нужен. Так, давайте смотрим. Сначала предмет и трактир. Хотелось бы лучше сюда плюс. Нет, это что-то вообще ни о чем. Меняю. Почему-то, как я уже сказал, эта игра не дает ощущения победы. Ну давайте, а что? Да, пожалуй. Пусть будет это. А, перегруз. Синяечки выбрасываем, нахрен они не нужны. Так. Ага, жратвы-то сколько. А, народная. Так. Выкинуть, выкинуть. Надо, наверное, потихоньку избавляться от всего этого. Так, вот ты дай, как мы тебе пока вот это дадим. Будешь использовать потихонечку. Все хотят на место схватить. Никто в босс не хочет, да? Как я подлеждаю, ну вы засранцы. А мне сюда надо. Никто не сопротивился. А, минус щит, цараза. Это сейчас что было? Я что-то не обращаю внимание. Я надеюсь, что их деспорация может быть исчезнена. Вау! Вау! Да вы чё? Вы это видите? Просто они все срутся между собой. Так, у тебя еда. Еда, припасы. Аксессуары дилижанса. Плажа. Нормально. У меня первый раз такое, чтобы все срались между собой. В принципе. Интересное кино. Как вообще вас? Прикажете, куда? А этот со всеми срется. Так, и... Я не уверен, что... Мне эта еда не особо нужна. Плюс у нее очень большой расход этого огня. Ну, это вообще полная херня, да? Так, чё-то не... Вот тоже, да? Ситуация, игровая ситуация. Мне ничего из этого не нравится. Вообще это не нужно. Почему я не могу просто уехать? Почему я должен обязательно выбрать между плохими вариантами? Ну, вот этот вот все портит. Я не знаю, почему. Аксессуары дилижанса мне не нужен. Ну, то вот это, наверное, да? Аааа... Пофигу. Пусть так. Ну, просто самый такой... Объемный вариант. Батюшки, вы хотите ехать куда надо? Какая прелесть. Спасибо, и на этом, блин. Ну, я говорю, рандом. Тут очень много завязано. На дурацком рандоме. Который от тебя вообще никак не зависит. Блин, ну, не знаю. Мне не нравится. То, что я вижу... Ребят, ну только здесь не сритесь. Ну, а здесь хорошее место, а? О, есть, отлично. Так. У тебя плюс 5 факел, минус стресс. У тебя плюс 5 факел и припасы немного. Ну-ка. Что за припасы? А. Так, тут пламя. Так, там уже босс. Давайте смену. Так, где это? Нет. Это нам тот... Я лучше вот это возьму. Это лечит. Еще и яд снимает. Комфорт для медицины. Точно нет. Точно нет. Точно нет. Да уграсывать надо все лишнее. Че? Свечки нахрен. Ну, че, поехали. Точно готов? Это пёс его знает. Вот эту штуку может чем заменить? Вообще, кстати, хорошая тема. Вот так давайте сделаем. Так как у нас сейчас босс. Логол, конечно. Нам нужен босс. Босс. По-русски вообще уже ничего не осталось бы. Ну, здравствуй. А, да, вот уж охрана. Еще есть долбанный генерал. Гыня. Стойкие враги. А, ну да, конечно, логичный. Логично, да. А, ладно. Отлично. Ой, как хорошо. Не успел. А ты не будешь ходить, да? Прям вообще ходить не будешь, да? Что-то сходил. Нет, ладно, это на босса. Этот самый бесючий этих способностей, которые не отнимают хода. А, нет, отняла. Почему-то данный не сработал. В смысле, подожди. Стоп! А где щит? А, ничего себе! Вот это я обосрался. 4, 9, да? 5, 6. Так, тебе уже хана, да? 5, сюда. Сучка. Не посмотрел я вот на это ослабление, к сожалению. Так, 68 использую. Ах ты ж, гнида! Кого? Уклоняйся! Ну, почему... Ребят, хорош! Оставьте ее в покое, вы че, блин? Я вашу могилу сожил, тваря. Ты смотри, что делал. Просто бам-бам-бам, три подряд. Так, тебе хана. Тебе тоже. Ты смотри. Не работает. Заметьте! Ход прошел, но это не сработало. И он все еще под защитой, гаденышек. Кто его защищает? А какой рядовой ты его защищает? Алло! А, вот этот? Он еще и сопротивился, скотина. Топинь, спрэнкс, дуиндул. Хм. Эй! Ну, хотя ладно. Детка, съешь одну могилку? А что такое, почему? Да ладно. Где он дальше? Что еще делал? Оу. Набор приубойнейший. Какой-то усиленный арбалетчик. Опа! Неожиданно. Вдруг. Вот тоже. Как эти штуки работают? Вообще непонятно. Какой-то лютый рандом, блин. который то срабатывает, то не срабатывает, блин. Ага. Да, он игнорирует защиту. Почему не игнорирует? Он снимает защиту. Он снимает защиту, обратите внимание. А, вот этот вот. Ну, это какой-то более продвинутый. Спасибо, что сюда ударил. Так. 5, тихо на 7, 8. Тебе тоже хана, да? Тогда ловим. Мастер-строк. Да, вроде, но... Да нет, я думаю, и так отхилиться нормально. 7, 2 хода, то есть 14. У него сейчас сколько? 61, да? Ух ты! Ну, это у него типа, да. Типа того, что у меня есть. Надо сбивать. Тоже, что это стоит. Вообще красавчик. Так. Это игнорирует. Да, это немножко не то. Может, промахнется. Так, ну вообще-то... 4 хода, 3 хода, да? Может, и промахнется. Промахнулся. Какая прелесть. Как прекрасен этот мир. Посмотри. Добиваем? Пожалуй, да. Пока. Что нам предлагается? Ху. Не то. Ну, такое, если честно говоря. Ну, ладно, что. Трофей-то все равно нужен. Какой-никакой. Здорово, шаловливый тентакль. Да, пожалуй, так. А ну-ка. Шаловливый тентакль. Шаловливый тентакль. Ой, крит, это очень хорошо. Ой, накидали дот на него просто. Правда, не так, чтобы уж очень круто. Да? Ну, треть хп. Ну-ка ты, гад ползучий. Так. Ай, блин, забыл. Надо же было на кинжал. Я же хотел проверить. Черт, кинжалы. Ну. Он занимает вот какие позиции. Посмотреть, двойной кинжал тут сработает или нет. Тьфу, блин. От балда. Забыл. Шаловливый убери-ка эти свои. Убирай, убирай. Давай, давай. Сейчас по всем. Да, нет. Оставить, что ли, на финал? Ну, а что тут? Или использовать? Да давайте используем. Еще, в конце концов. Уф. Убрал свои шаловливые лапы. Конечно. Что-то мадам у нас критами жжет. Это как это так? Что ж ты никак не подохнешь-то, гнида? Бористан, да? Да че ему это атака? Ну да, согласен. Ох, крит. Ну, блин. Я сказал. Пошел вон со своими шаловливыми. Тентаклими. Дреть такая. Лишними щиты никогда не будет. В смысле? Ох, лихо врезал. Ох. 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 Дретьего. Ох. Ох. я буду выбрасывать лишним оптом блин до капер сортировка для начала так свечку сразу нафиг так это оставляем это минус скорость нет даже не обсуждается так это ставим это пусть будет есть четыре да вот эту хрень можно выбрать а подожди а почему выбросить так кто там у нас опустел да вот это тебе вот это тебе дадим пожалуй то еще те три так и не воспользовались кстати говоря все вообще нет это уже пустая да дайте вот эту ну что воспользуюсь даже в бою так наклад на такой же когда два если меньше до дополнительные действия 20 процентов но полная фигня на самом деле если скорость меньше двух да хорошая вещь но мне вот это больше нравится этот комплект здесь тоже достаточно хорошее сопротивление всему и вся тоже не хочу менять лечение тоже тема но вот здесь если только это броня до а у нас нет ничего класса оружие это уже нету до 100 год но на тогда так вот это выкидываем ночью получается 3541 ночью мелочь а приятно плюс испании все-таки будут бить об они иногда таки бьют ну чуть-чуть врежут в ответ целом норм а мне кажется нормально так чё там у нас по а почти дай у нас мы почти доехали почти параселус опа ай-яй-яй-яй как нехорошо что это значит вот кто-нибудь не может объяснить вот тут что значит этот герой боится что его оставить почему его оставить с чего вдруг откуда этот странный страх странный страх но на самом деле просто вообще непонятно сейчас и пригодится снизу это же хана да это хана ах ты же паразит навесил кровотечение так у тебя 15 до так 16 укрыт нормально ай бляха муха а вот че имеется ввиду он стресс все накидывает до безостановки смысле блин не одну мне нужна была эта штука еще издеваетесь что блин вот несчастными нужно было стресса с него скинуть немного блин тех понятно что такое плюс один колеса звучит странно так что у нас еще из расходников осталось теперь понятно что имелось ввиду повалово это сейчас что было не смотри в окно блин что за странная реакция на шугать вида из окна стресс-1 ай собака я не успел среагировать на эту баночку подборка 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 ну конечно ай подлюка и он он они убьют ах ты мразь скотина так у тебя 9 тебе все тебе кирдек нет да почему же он первый то ходит ой как плохо а потом еще они сейчас добьют худший вариант я не знаю что делать тут держись чумница давай чтоб тебя еще перемешаются всех ну конечно твою мать блин просто великолепно поползла вперед по одной клеточке блин мразь а пробить уже ее блин да лихо они меня опустили мы еле-еле перекрываем этот урон блин этот сучонок знает кого бить не прокачал способности за плохие сейчас бы мог бы не использовать вот эту дрень надо убивать всеми возможными некоторыми невозможными способами смолота блин а че башку этой не пользуюсь нет это херни тердек это без вариантов так вот этой да да это херни тердек так нет пока оставим тоже не то это во первых убьет здесь урон лучше конечно три крита пипец ну то херел парень просто в конец оборзел блин тройной крит блин просто великолепно тройной крит в это вдумайтесь вообще ох ты ждать с добрым утром проснулась блин ну ладно я немножко все таки не совсем прав 14 нормально вообще атака шикарная да просто посмотрите на это 4 хода вот это все и плюс еще до кучи урон по этой никакой стрессом блин да да мы тоже не совсем хлыком шиты десятка семер да ладно давайте добивать ну напоследок сейчас он сто пудов чуть от отожжет ой красавчик ничего тебе в это видели сопротивился просто как батя сопротивился да это было близко не почти слили моего моего уф какая интересная штука сейчас подождите а это ведь так сейчас а это памятная вещица а если в экипировку добавим предмет класса скверна то есть либо вот это то есть нужна еще одна скверна у меня нет еще одной скверны туда хорошая вещь конечно но чего нет того нет это выбрасываем это тоже выбрасываем вам поехали до трактирчу давайте ребят напоследок может помиритесь там стресс по скидываете еще что то ребят девчонки и мальчишка а давайте но детрактир чуть осталось и баристан решил набрать стресса напоследок на мать а вообще шикарная вещь будет какая-то лажа тень горы сейчас что-то будет на скетизм ну просто все на ухудшение подожди что да нахрен это ваше так стоять а неприятие космиконов боязнь космиконов логично аскетизм решимость ну лень начала боя чушь это такое сердце то означает а уязвимость ну да логично но правда от начала боя все таки когда по саму герою промахиваются минусы короче всяк так consider your position and plan accordingly маргатье смрадье так ладно короче говоря все вот эти вот приготовления все остальное будем делать в следующий раз сейчас ничего делать неохота это понятно мы повесим голову на карету но как я уже сказал все это будет в следующий раз да было близко чуть было нашего ветерана не потеряли блин блин еще отношения похерли он еще и словил ухудшение вероятность ухудшения отношений просто прекрасно эта игра не прекращает раздражать меня ладно на этой раздражающей ноте всем огромное спасибо за просмотр напоминаю что ссылка на плейлист на группу вконтакте на дискорд и на донаты точнее donation alerts и бусти все это в описании под видео извиняюсь за свое сопение всех тоже досюда досмотрел обнимаю парни хлопают плече девочкам кущечку и мисси в следующей серии dark is dungeon 2 все еще дрянь хотя к чести сказать уже видимо не забагованная потому что я как видели где-то сохранялся посреди карты и в трактирах и ну багов пока нет хотя не буду врать я немножко скучаю по тому багу когда все противники убивались одним метеоритным дождем наши чумницы это было удобно как то так